Верховный Совет Почему сейчас так неохотно вспоминаются те события? Почему они не осуждаются и на чьей стороне была правда? Своим экспертным мнением с накануне ТВ поделился автор документальных книг и исследований по истории Советского Союза Игорь Пыхалов. С точки зрения закона Верховный Совет был прав. Но другое дело, что в таких ситуациях, когда фактически идет государственный переворот и такая небольшая гражданская война, в общем-то тут как готов все решает право Сильного. Получается, что сила не в правде. Тогда сила была на стороне Ельцина. Но что было бы, если бы Верховный Совет расстреливали, например, коммунисты? Явно покровители Ельцина это все так просто не оставили бы. Получилось как-то у нас, когда были те же самые события в Москве в 1991 году, во время этого пресловутого ГЧПН, у нас народ уже привык к тому, что военные люди не смеются стрелять в безоружную толпу. Поэтому то, что безоружную толпу расстреливать на поражение, это, конечно, стало шоком для участников. И естественно, что если бы получилось бы наоборот, это не Ельцин бы расстреливал белых дома, а какие-нибудь, как тогда выражались, краснокоричневые, то тогда, естественно, это было бы с тем же западом отстанено, как неслыханное преступление. Но а поскольку это делали либералы и демократы, то им это, естественно, все прощается. Так какие выводы стоит сделать из тех событий? Можно ли говорить, что наша власть отклонилась от тогдашнего прозападного курса и повела страну по своему суверенному пути? Ну, если мы смотрим на те же шаги, которые принимает внешний руководство России, то здесь мы, наоборот, видим во многих областях именно изживание вот этого ельцинского наследия. То есть это и нигде не прятаться внутри страны, и отказ от этого рогалтелого западнического курса, и попытки отстаивания позиций нашей страны на международной арене. Поэтому здесь можно надеяться, что, когда пройдет еще какое-то время, то, может быть, и официально все события, которые были внесты, получат более справедливую оценку, чем это делается сейчас. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануне ТВ. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение». «Экспертное мнение»